здравствуйте уважаемые садоводы святоводы сегодня я включился из своего рабочего кабинета где я тут провожу приятные часы где тут у меня зимой зимуют растения где я зимой также кореняю высаживаю занимаюсь любимой работой я сегодня просмотрел youtube многих интересует как получить дружные сходы любых растений ну в первую очередь идет речь о томатах огурцах баклажанах перце что надо сказать этот вопрос затрагивал и меня очень ну порядком думал как без особых затрат чтобы не топить тут печку буржуйку в зимнее время и получать хорошие всходы да ну и вот однажды меня осенила мысль что все это можно сделать с помощью электропростынь значит я вот тут для примера оголил свой стеллаж вот она лежит под пленкой электропростынь вот включатель выключатель имеет два режима работы значит больше меньше потребление электроэнергии как если на максимуме как лампочка 100 ваттная на минимуме где-то лампочка 60 ватт работает безотказно вот это она уже у меня три года здесь лежит три года я пользуюсь этим ноу-хау значит что надо сказать результаты получаются отменные значит на эту простынь влазит 10 кассет по 250 семян вот считайте за один раз на ней можно расположить растений больше двух тысяч растений вот это такая изюминка и она очень не помогает ну а посев я как правило провожу значит кассетах для примера я вот взял тут у меня нас пользуется спросом томаты микада желтая вот ну нас юг конечно одесситы любят микаду желтую микаду розовую это очень вкусные салатные сорта и они пользуются спросом поэтому есть смысл заниматься такими помидорами я взял фрагмент кассеты раскладываю по одному семечку значит кассету не каждую ячеечку по одному семечку значит потом сверху сверху насыпаю еще с торфосмесью уплотняю и на период прорастания поливаю хорошо ставлю вот на электропростынь и потом сверху накрываю пленкой получается снизу температура кассету греет кассета греет и получается температура в области семян складывается очень положительно для всходов сверху сверху еще накрываю пленкой вообще получается как бы такая камера вот теплая мог естественно наблюдаю за влажностью и наблюдаю за появлением сходов тока значит начинает проклевываться семечки колечко появляются сверху значит сразу надо добиваться чтоб рассада не вытягивалась особенно не вытягивалась ну я лично использую в этом случае солнечную теплицу здесь у меня получается всходы потом я переношу солнечную теплицу без обогрева без ничего просто с южной стороны солнце у нас на юге постоянно и короче ставлю в солнечную теплицу и уже они там естественным освещением солнцем день увеличится света и хватает рассада не вытягивается и получается отличная рассада ну в процессе роста там смотришь поливаешь подкармливаешь вот вот таким образом ну конечно прежде чем сеять проверять надо семена если покупаете в надежных производителей семян или кто торгует обязательно должно быть указано всхожесть и так далее и тому подобное вот тогда можно гарантированно получать сходы ну есть такой еще пример что если схожесть семян немного хромает можно применить перекись водорода значит ну на 100 грамм воды чайная ложка перекиси водорода и в этой смеси замочить на сутки семена потом взять просушить их до сыпучести и тоже ими сеять значит простынь у нас здесь в Одессе есть такой седьмой километр в рядах где торгуют значит одеялом и постельным бельем есть магазин который уже вот лет пять я его знаю торгует простыней простыни турецкого производства значит в зависимости от объемов купите себе одну две меня три лично таких простыней и пожалуйста будете иметь всегда хорошие дружные всходы помидоры всходят практически на шестой седьмой день уже начинают массово проклевываться так что вот такие дела значит если объемы небольшие можно использовать электрогрелки вот тоже наподобие этого положить под низ электрогрелку вот небольшую кассету если это в небольших объемах вы занимаетесь и тоже будет такой же самый эффект вот вкратце одна из таких моих маленьких хитростей по получению дружных сходов значит рассады любой культуры здесь я выращиваю и помидоры и значит рассаду и цветочные значит петуния лабелия чернобривец или там бархатец значит портулак в общем много таких растений цветочных и всегда имею хорошие дружные всходы вот вкратце на этом все удачи всем если вам понравилось мое видео можете подписаться поставить лайк и желаю всем любителям получить хорошие дружные всходы хорошие урожаи красивые цветущие цветы пока все до свидания